Добрый день, уважаемые коллеги! Прямо сейчас мы начинаем прямой репортаж суперфинала нашего 4-го чемпионата России по полной сходе. Сейчас мы ждем президента российского эндоскопического общества Михаила Павловича Королева. Он сейчас подходит к нам из зала. Субтитры создавал DimaTorzok И конечно с удовольствием представляю главного судью сегодняшнего чемпионата Секретаря комиссии по развитию непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения России Залима Замировича Балтизова И сегодня впервые к нашей судейской бригаде присоединились Один из лидеров полоноскопии, руководителя отделения эндоскопии Национального онкологического центра Японии Профессор Юта Хасайко Президент Итальянского общества эндоскопической хирургии Профессор Лука Пандеттии Флоренса Италия И сейчас к нам присоединится руководитель отделения гастроэнтерологии В клинике Бальсана Италия профессор Майкл Хасайко И прежде чем мы представим финалистов нашего чемпионата Попросим оператора показать схему его поведения Итак, в отборочном этапе боролись 96 участников Это рекорд нашего чемпионата на сегодняшний день И перед ними стояла задача Максимально быстро провести эндоскоп в слепую кишку И некоторые из них показали просто потрясающие результаты Шесть участников с лучшими результатами в лучший финал После этого шесть героев с сегодняшнего дня Сразились еще раз, но уже вместе с собой Между собой И мы определили двух человек Двух лучших из лучших участников суперфинала Итак, сначала представляем участников финала И с нами участник под номером шесть Из Ярославля Пожалуйста, представьтесь Максим Сергеевич, врач-эндоскопист В больнице имени Симашко У вас просто потрясающий результат На пятом месте наш участник из Белгорода Пожалуйста, представьтесь Владимир Владимирович, я из города Белгорода Это частный медицинский центр На четвертом месте наш участник из Москвы Пожалуйста, представьтесь Здравствуйте, Владимир Владимирович Представляю вторую инфекционную больницу в городе Москва На третьем месте участник тоже из города Москвы Пожалуйста, из какого ВЛПУ? Константин Владимирович, город Москва, Зеленоград В больнице имени Кочеловского И вот мы подошли к участникам с лучшими результатами Это герои сегодняшнего вечера Лучшие из лучшего Итак, у нас участник из Казани Пожалуйста Владимир Роман Александрович Распредитатель клинической больницы Казани И наша прекрасная участница из города Томска Пожалуйста, представьтесь Владимир Владимирович, город Казани Распредитатель клинической больницы номер три И у меня врачи У вас у обоих просто фантастические результаты И у нас есть к вам вопрос Вы вчера участвовали в забеге? Нет, мы опоздали Скажите, а вы участвовали? Как вы сейчас волнуетесь? Готовы ли вы к чемпионату? К нашему суперфиналу? Замечательно Замечательно Итак, пока наши участники готовятся Готовятся начать полноскопию Пожалуйста, мы просим вас подойти к станции номер один Из станции номер один Из станции номер два Напоминаю, что основная концепция чемпионата Полноскопия Быстро, безопасно, без болезни И мы подготовили для наших участников Случай Непростой случай Мы работаем сегодня на специальном аппарате Symbionis Уникальный аппарат, симулятор Для проведения любых Обучения любым эндоскопическим исследованиям Итак, наши участники Пожалуйста, берите эндоскопы Пока наши участники готовятся Мы выбрали для них непростой случай Это уровень выше среднего И пока участники разминаются, готовятся И напомню, что в суперфинале Судьи должны оценить два показателя Это скорость интубации слипочечки То есть время И процент времени, в течение которого Пациент испытывает боль У вас непростая задача Наименьший показатель времени При наименьшем проценте боли Считается наиболее лучше Пожалуйста, готовьтесь Проводите колоноскоп Вперед немножко Итак, готовы? Три Два Один Начали Участники начали проведение аппарата Через сигмовидную Ректосигмой изгиб Сигмовидную кишку Напомню, что случай непростой Мы выбрали Случай пациента С воспалительными заболеваниями Кишечника И с непростым Для прохождения Печёночным изгибом И смещённым к низу Куколом слепой кишки Скажу честно Этот случай Является Достаточно сложным Но я думаю, что наши Участники Которые показали Такое прекрасное время Они должны С этим справиться Достаточно быстро Продвигаются Оба участника Продвигаются Примерно с одинаковой скоростью Продвигаются По кишке Примерно в одном положении Пока идут на равных Это сегодня Прекрасно подготовлено Так же, как у всех Наших пациентов На пусть Есть Первый участник Сосиб Купола Слепой кишки Слепой кишки Слепой кишки Слепой кишки Сейчас мы узнаем время и процент времени, в течение которого посредством спутывал боль. И пока мы ждем результат. Виктор Владимирович, скажите, помните ли Вы, когда сделали первую видео о ломоскопии? И какие были ощущения? Первая видео о ломоскопии была сделана в 1986 году. Видео с ломоскопией фирмы «Вескарин» «Меританский». А какие были у Вас ощущения? У меня просто было счастливо, что у Вас с вами есть маленькая окошка на экран, хотя экран был небольшой, 18 дюймов, зато не станет станет дать. Это был сельдоскоп, как сельдоскоп, на эти сельдоскопы. Это был такой, после того, что я сегодня увидел, однако исполнительный. А вообще это вопрос, вопрос поставленный Вам достаточно двухмысленный. То есть делали Вы или делали Вам? То есть принесли ли Вы впервые пол ломоскопии в годе в шестом году? Или Вы его выполнили срочно-нарочно? Это али Вы на противоподожные исследования, в Риме, кстати, одели бездосудие. Абсолютно неслышно. Их дань лучше всего делать по ломоскопии у женщин в годности от 26 до 32 лет. В утреннее время с ночью до 12 часов. Если помогают, я червать, то и побольше. И у нас следующий, пока идет подсчет результатов, у нас вопрос президенту Российского эндоскопического общества. К нам присоединится Михаил Павлович. Михаил Павлович, наш чемпионат по коммунскопии стал уже традицией для Ярославского эндоскопического симпозиума, для ЕС. Как Вы думаете, вот такие комплексы, такие чемпионаты, такая вот спортивная состязательная составляющая, она повышает популярность полноскопии как методики среди молодых эндоскопистов? Нет всяких сомнений. Любое соперничество среди молодых, это необходимо для предназначения повышения своего уровня. Любой чемпионат помогает людям лучше познакомиться с методикой, лучше подготовиться к чемпионату. Поэтому, конечно, нет всяких сомнений, это необходимо проводить. Спасибо, Михаил Павлович. И вот результаты готовы. И слово предоставляется главному судье нашего чемпионата, Залиму Замировичу Балтизову. Пожалуйста. Я поздравляю всех участников финала. На самом деле Вы лучший из 96 участников, которые не побоялись соревноваться, показать свои практические умения на симуляторах. И у нас совершился подсчет голосов, и мы готовы победить победителя. Мы всех предвкушения ждем результатов. Спасибо, Матрио. Победила Светлана Сергеевна. Поздравляем. А сейчас мы продолжим награждением участников нашего чемпионата. Спонсор чемпионата нашего чемпионата – хоккейный клуб «Локомотив». Сейчас наши участники получат ценные призы от нашего спортивного спонсора. Благодарим всех участников. Благодарим судейскую бригаду. Благодарим аудиторию. И напомню Вам, что награждение победителя суперфинала, Вас, Светлана Сергеевна, состоится завтра, в субботу, на открытии конференции в эндоскопическом учебном центре. С Вами был и вел репортаж Дмитрий Задьялов и Ксения Мерсаидова. И последнее, заключительное слово предоставляется президенту Российского эндоскопического общества. По решению правления нашего Российского эндоскопического общества, победителем чемпионата по полноскопии, мы вручаем путевку к нам на конференцию в Санкт-Петербург. Мы оплачем проезд, проживание и да. Итак, друзья, дорогие коллеги, наш чемпионат заканчивается. Спасибо всем за внимание. Ждем Вас на Ярославском эндоскопическом симпозиуме ЕС-2020 в следующем году. Спасибо. Коллеги, коллеги в аудитории, это не значит, что наше мероприятие завершилось. То есть мы сейчас ждем прибытия из Ярославской областной онкологической больницы сюда, да, экспертов и Сергея Владимировича Кашина. Потому что любое хорошее дело должно иметь хорошее завершение. В отсутствие, будем говорить так, распорядителя основного нашего форума, мы сейчас имеем возможность...